Всем привет, с вами LikeApp. Сегодня, когда я записываю это видео, а то есть пятница 1 апреля, можно забрать игры по подписке PS Plus, даже несмотря на то, что PS Store не работает в РФ. Ну и кстати, теперь еще и браурзная версия не работает через компьютер, и это, конечно, грустно. В этом коротком видео я расскажу, как получить игры по подписке PS Plus. Кстати, если у вас остались какие-то средства на кошельке PS Store, тоже советую их потратить, пока есть такая возможность. Да, купить можно не любую игру, на почту уже даже после совершенной оплаты может прийти письмо, что извините, мы вернем деньги, игра недоступна в вашем регионе, но лучше все равно на что-то потратить, чтобы они не лежали в кошельке просто так, потому что пока неизвестно, сколько PS Store еще не будет работать. Ну а если ты здесь впервые, и тебе нравится тематика игр, консоли и ПК, то ты попал на нужный канал. Подпишись, чтобы не пропускать новые интересные ролики. А если вам хочется поиграть в новинки, но цены в розничных магазинах не устраивают, а PS Store не работает, то советую присмотреться к интернет-магазину 19bit.ru. В нем можно брать игры в аренду. Ассортимент магазина большой. Есть как и последние новинки по типу Dying Light 2 или Elden Ring, так и релизы прошлых лет. Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla и другие. Цены очень приятные, так что каждый сможет найти что-то для себя. Ссылка на магазин будет в описании. Чтобы купить что-то в PS Store или забрать игру по подписке, просто заходим в Store, пишем игру. Я, например, хочу забрать губку Боба. Вот, кстати, игра. Все, просто ставим на скачку. Ничего сложного, все элементарно. Просто да, теперь нет страниц в PS Store, просто со скидками и так далее. Пока все это недоступно. Ну и, кстати, вообще пока непонятно, баг ли это. Или просто Sony оставили возможность брать игры по подписке PS Plus, ну и дали возможность потратить средства кошелька. У меня сейчас нет подписки EA Play, думаю, через нее тоже сейчас можно получать игры. Так что, если сейчас у вас есть активная подписка EA, напишите об этом в комментариях, работает она или нет. Но я думаю, раз PS Plus работает, то это должна тоже работать. Пока что Sony эту лазейку никак не прокомментировала. Посмотрим, может это хороший знак. И где-нибудь ближе к лету уже начнет все работать нормально, как и было. Ну а на этом все. Если ролик понравился и я вам помог, то оцените видео лайком и не забывайте про подписку и колокольчик. Ну и также еще напишите комментарий. Например, во что сейчас играете или может что-то смотрите интересное. Там вот недавно первая серия Лунного рыцаря вышла, хочу глянуть. В общем, пишите, будет интересно почитать. Ну и как всегда, получать от игр только удовольствие и будьте здоровы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok